приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова сегодня у нас по моему уже 19 или 20 декабря не буду брать телефон не важно у нас мороз минус 9 вчера можно было одевать коньки уже вечером мы вчера с лёшиком ходили в озон ну и заодно прогуляться и в общем уже все подмораживала а днем ранее можно было доставать лодку вот такая непредсказуемая погода сегодня я друзья включилась но чтобы пообщаться с вами немного ответить на комментарии показать что я связала ну и выразить свою точку зрения на некоторые комментарии и рассказать немножко новостей даже не знаю с чего начать сейчас возьму очки я себе шпаргалочку сделала друзья памяти совсем нет вчера или когда я вам говорила что под видео оставлю рецепт естественно я про это забыла и потом уже поступили комментарии рецепт так и не нашла улыбочка вниз в общем друзья вы меня простите все я поправила все рецепт оставила испеките пожалуйста эту запеканку творог и тыква это просто пальчики оближешь я сегодня лёшика пропустила проводила язык заплетается и он забрал с собой остатки этой запеканки именно с творогом вот ну а я доедаю прошлый пирог поскольку тыквенный бум тыква есть готовим все из тыквы и я этому очень очень рада на следующий год и тоже буду сажать очень много тыквы так что попробуйте рецепт под видео есть но как я делала я рассказываю видео давайте я сейчас почитаю что я здесь себе набросала так шпулька вы все время спрашиваете меня как дела у шпульки друзья дела не важны я то снимаю то опять лангет накладываю вчера вечером я сделала вырезала из картона из гофрированного картона который вот так вот можно согнуть да вот сделала типа что-то такой шины да и замотала сверху эластичным бинтом в общем она так про была ночь но вот вечер вчера ночь сегодня я посмотрела вот боюсь почему-то и лёша говорит по моему стала опухать лапка убрала этот лангет вот все бы было хорошо и уже бы она не хромала но дело в том что она залезает на куда-то на высоту допустим на тот же стол или диван или подоконник начинает прыгать и опять как бы все продолжается это хромота никак не может она постоянно лежать но это кошка и и не привяжешь это же не собака на цепь не посадишь поэтому очень за нее переживаю но надеюсь все будет хорошо может быть подольше все это будет заживать но дело в том что это не перелом вот это меня радует она умывается этой лапкой она ею даже играется но еще прихрамывает так что со шпулькой вот такие дела ответила на этот комментарий идем дальше так комментарий который меня просто не только меня а сделал нам вечер друзья я сейчас вам его зачитаю комментарий вот к этому видео где я рассказываю про свои шапки и значит вот самое главное ник или аккаунт называется шоут гон или шоут гонну понятно что это я думаю что это хейтеры елена добрый вечер вы смотрите в камеру но не на нас в чем дело не пойму крепкого вас доходе вы знаете шоут гон или шоут гон как вас там зовут я не знаю кто вы мужчина или женщина но я очень благодарна вам за этот комментарий знаете почему вы нам троим мы были как раз втроем манечка я и лёшек вы там сделали веселый вечер мы очень долго долго смеялись вот первых что значит я смотрю в камеру но не на вас но извините я вас там не вижу в камере а потом вот знаете это как плюнуть в душу а потом пожелать хорошего здоровья но это всегда у хейтеров такое есть в общем рассмешили спасибо вам за хорошее настроение и я бы забыла уже про этот комментарий и про него бы не вспомнила но сегодня выплыло мне уведомление от ирины маркеловой значит шапка женщинам которым за 50 ну думаю я подхожу под этот возраст думаю дай-ка я посмотрю поскольку у меня сейчас шапочный бум а вдруг что-то интересное может быть какая-то шапка ирина там дает подробный мастер-класс но шапка не не мою мне такие не идут вот но это неважно вкусу у всех разные я про то что я стала читать комментарии к этому видео и там такая же может быть тот же шоу шут гон или как не знаю значит пишет комментарии что блогер с такой аудитории больше 200000 а не знаете куда смотреть я сначала не поняла вообще что значит куда смотреть там то видео она демонстрирует эту шапку но несколько секунд в основном там мастер-класс понимаете мастер-класс бесплатный для вас делает блогер и вы не знаете куда смотреть ирина ответила молодец вообще-то я снимаю показываю как вязать шапку причем тут куда я не туда смотрю или что у меня такое впечатление друзья что как будто по команде вот этим всем хейтерам дали задание чтобы вот писать вот такую несуразицу но самое главное что вот такой вот вопрос вот уже не знает к чему придраться вы не знаете куда смотреть или вы смотрите в камеру а не на нас ну ну вот просто смешного друзья правда так что спасибо что есть такие хейтеры которые поднимают настроение так сейчас сейчас еще да вот хейтеры и хакеры сейчас прочитала подсказку вы знаете в последнее время что-то как-то у меня на канале вернее на мою почту которая ну никак не связана с каналом youtube я специально так сделала мой аккаунт который связан с каналом youtube знает только youtube я оттуда не пишу письма и вообще этот адрес никто не знает вот но адреса мун 69 inbox точка ру этот адрес указан на канале но кто знает хейтер это знают где найти как связаться со мной там указан вот этот адрес и на этот адрес очень часто в последнее время стали приходить типа от youtube причем похожий значок они делают как будто это youtube вот но я-то знаю что нам он 69 youtube не никак не может писать потому что он даже не знает мой адрес мун 69 он не пишет на гугловский адрес которому естественно прикреплен этот аккаунт моего канала и вот стали приходить письма вы там что-то выиграли youtube или грозные письма срочно перейдите по ссылке вы там что-то нарушили иначе ваш канал заблокирует ну в общем в последнее время что-то пошло какое-то ужесточение или там с алиэкспресс типа я уже алиэкспресс не не знаю сколько не пользуюсь потому что вот когда вот это случилось вся эта заварушка с весны у россии санкции и тому подобное а вот и я вообще прочитала что лучше соли сейчас не связываться заказов очень долго идут и вообще не идут так вот приходит письма типа вы там проследите ваш заказ с алиэкспресс перейдите по ссылке друзья кого приходят такие письма это даже касается не блогеров вообще людей вот не ведитесь на это не от ни в коем случае не переходите по этой ссылке мошенники не дремлют и уходят ваши данные там как-то и карточки могут взломать банковские и все ваши личные данные все это открывается но в общем хакер и хейтер все на букву х букву х мы знаем что это нехороший не подумайте что это хорошо так что привет и хейтерам и хакерам идем дальше так про комментарии я рассказала озон вот вчера мы ходили в озон я вам говорила что хочу на диванчик вот этот убрать это покрывало и сделать искусственным мехом ну чтобы красиво все это смотрелось не понравилось то что заявлено ну как бы на картинке все такое пушистое все такое красивое получили посмотрели сразу же вернули деньги только еще не вернулись но в общем отказалась и от этого покрывала мнение вообще вообще не то я думала это что-то будет пушистая воздушная общем на вайбаре заказала двух цветов теперь белый и такой более ну вот нет это темно-коричневый бежевый что-то буду выбирать или может быть опять так же откажусь придет 21 числа и в общем так шпуля не толкни мне камеру не толкни шпулечка пришла иди моя сладкого час наступает на лапку я уже не буду переключить камеру но вроде бы то наступает на лапку так что покрывала пока не шьем отказалась я от этой посылки так вы мне сейчас надо прикрыть дверь иначе они не здесь все посносят и весь ролик нужно будет переделывать идем дальше друзья есть новости от журнала мод вчера вечером мне позвонил я так понимаю юрий юрий это фотограф редакции журнала мод со своими извинениями в общем не знает как так получилось почему так получилось женщина с которой я общалась не буду называть ее имя может быть она тоже смотрит и ей неприятно в общем юрий объяснил что у нее там были какие-то неприятности возможно она забыла ответить или что-то такое но у меня возник вопрос почему тогда она со мной не связалась юрий ну да ладно простила забыла вот так что друзья вы мне там писали в комментариях может быть кто-то звонил в редакцию может быть кто-то передал вот это вот мое возмущение что юрий посмотрел видео но наверное главной редакции главный редактор этого журнала надежда александровна по-моему смотрела и в общем передо мной извинились журналы я получу я указала свой адрес мне их вышлют по почте так что может быть я не знаю сколько будут идти они сейчас почта перегружена все идет долго но все равно какие-то журналы придут с моей работы может быть еще какие-то мне положат номера которые я тогда не получила два года назад в общем и конечно же полистаем журнал будет обзор журнала мод так что все хорошо все нормально я конечно была удивлена вчера вечером мы уже легли ну не спать но так уже улеглись в кроватку ли стали там в телефоне лёшек что-то читал я я вязала варежку покажу вам что связала и как и здесь звонок в общем все нормально редакция извинилась принесла свои извинения сказали что мои работы на высшем уровне что они меня уважают ну т.д. и т.п. так что журналы придут так идем дальше что у меня здесь так то что лёшика проводила я сказала а друзья знаете как странно сейчас лёшик приезжает и мы отдыхаем представляете мы ничего не делаем вчера анечка звонит но что вы там делаете а мы говорим мы отдыхаем как-то отдыхаете да друзья мы сейчас отдыхаем очень громадная работа была проделана нами с лёшиком за этот год вот что теперь зимой наверное мы можем себе позволить отдохнуть единственное лёшик переделал вот эту вот полочку но прикрепил получше на тот момент когда изначально мы он ее крепил были плохие вертолеты или как это назвать короче это такие вставочки для гипсокартона если стена из гипсокартона то вставляется это еще древо называют вертолет их называют пластмассовая такая штучка вот потолки натяжные ребята нам делали при помощи этих креплений вот так что только переделали полочку укрепили и теперь она очень хорошо держится потому что после того как мойка на нее прыгнул на прям вот так наклонилась но лёшик знал что так будет в общем те вертолеты той формы и ему не понравились в общем переделали это все что мы сделали с лёшиком за вчерашний день вот и очень непривычно но у меня есть вязание конечно я занимаюсь есть чем заняться алёшик бедненький ходил ходил из угла в угол говорит пойду я прогуляюсь пойду-ка я скажу хотя бы в магазин в общем сейчас друзья наступил момент когда мы отдыхаем так что там дальше я написала до анечка и ее жизнь так писала пунктик значит друзья очень часто в последнее время прям но очень часто поступают вопросы а как там анечка а где она работает а покажите нам ее квартиру покажите нам ее ремонт хотя я в каждом видео говорю что они не хочет вот буквально вот вчерашнее видео было где мы гуляли по городу санечка я говорила что они не хочет попадать в кадр чтобы я ее вообще снимала она также не хочет быть публичной понимаете не хочет рассказывать о своей жизни где она работает что у нее в квартире поэтому вы не обижаетесь я просто еще раз доношу до вас что я не буду рассказывать про анечку и про ее жизнь потому что человек не хочет публичности и я не смею ну это некрасиво будет с моей стороны если я буду рассказывать о ее жизни без ее согласия если завершится ремонт и ребенок не разрешит вам показать я конечно же покажу все что касается меня и все что я посчитаю нужным вы видите и мою жизнь и ремонт и что мы делаем но анечка это анечка тем более человек попросил чтобы я ничего они не рассказывала и не показывала вот она когда рисовала кармен и хосе вы же помните я говорила что не дала снять хотя мне очень хотелось показать как она это делает как это красиво у нее получается что это нарисовала никто другой но человек не хочет чтобы ее снимали и рассказывали о ее жизни просто хочу сказать у нее все хорошо не переживайте причем был такой комментарий раньше вы нам показывали что они хорошо готовит и показывали ее квартиру друзья я такое не помню честное слово вот не помню чтобы я таком говорила тем более они на квартиру может быть одно первое видео когда мы купили я показала что вот такая вот квартира и все или может быть когда анечка жила у меня здесь еще не жила в своей квартире ну потому что там негде было жить туда не была завезена мебель вообще ничего может быть как-то я там показала что анечка приготовила там что-то это не значит что я постоянно показываю а тут вдруг вот перестал показывать так что не обижайтесь пожалуйста вот так теперь о планах еще что я буду вязать кроме перчаток друзья я неспроста сегодня вот в таком наряде есть на канале я не знаю сейчас вот пристану чтобы вы понимали ну наверное видно вот сейчас поверчусь не знаю верх там видим вам ну вот 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 так вот это очередная моя выдумка изначально был связан шар просто шар вот это вот просто лежит вот так на плечах и потом довязана спинка видите вот с таким вырезом для руки вырезана спинка здесь вот такая вот ну не знаю пуговица она не очень удобно расстегивается вот еще под эту модель у меня вырезан трансформер да я сейчас переоденусь сейчас поговорим об этом я переоденусь потом вам покажу и вот у меня возникла мысль чтобы еще повторить вот эту вот модель естественно с другим рисунком друзья представляете здесь рисунок я только сейчас поняла посмотрите внимательно вы видите эти косы вот это рисунок которым я вязала косы на шапке представляете и я только сейчас это поняла вот я хочу связать подобную модель может быть с рукавами а может быть вот так мне если честно вот всякие жилеты и как называют кардиган без рукавов или пальто без рукавов у меня тоже такое есть по мотивам или мастер-классу светланы волкода вы помните из квадратных мотивов вот я хочу связать повторить вот такую модель почему у меня есть вот такая пряжа мидара и еще есть пряжа считал вот я хочу подружить вот эти две пряжи я уже делала такую смесовку помните кардиган такой был начинался вязаться из полочки анечка сейчас его носит очень теплый очень хороший ну ссылку найду оставлю я вам как я его вязала там есть не по петельной ну такой хороший мастер-класс и у меня вот этой пряжи в обрез и вот этой тоже по моему 5 моточков считал вот я смешаю эту пряжу и свяжу и сначала естественно изначально просто шарфик если мне хватит на спинку я повторю вот эту модель другом цвете но чтобы как бы не про не прогадать начну вязать какую-то другую модель пряжи не при не хватит придется распускать да а так я просто свяжу шарфик и если мне не хватит пряжи у меня будет просто красивый шарфик понимаете чтобы убить сразу двух зайцев одним ударом вот и вязать я хочу узора из книги хитомишида 260 узора вот этот вот узор вот а может быть какой-то другой узор может быть даже вот этот аран попробовать то есть просто связать шарф вот таким узором или каким-то другим да здесь столько узоров красивых и вот этот сюда подойдет вот тоже серенький вот а потом просто довязать спинку не лицевой гладью а рубчиком вот здесь вот спинка связано рубчиком сейчас я вот так вам покажу видите здесь три лицевых одна изнаночная и она так немножечко пружинит и хорошо держит форму вот такая у меня задумка после перчаток естественно я свяжу лёшику перчатки и потом свяжу вот такой вот кардиган единственное что я поменяю вот эту пуговицу на пуговицу с прорезью одна или две пуговички будут ой ну как же в нем комфортно и тепло так теперь идем дальше друзья тогда я вчера связала варежку поправляя свою ошибку теперь у меня пальчик я сейчас вам один вар варежка весит 25 грамм она очень легкая очень теплая так вот тут какие-то дырочки надо будет чуть-чуть подтянуть мохеровой ниточкой вот вот эти вот дырочки только час увидела так быстро спешила связала и думаю надо снять видео здесь значит пряжа от янарта силки вул и два сложения дешевого мохера от ализе но это еще не все видите как она хорошо по по руке у меня да а вот это варежка помните я говорила она большая так вот теперь у нас будет если одеть их все вместе это будет для очень очень сильных морозов представляете какая прелесть причем смотрите как вверх интересно можно вот так вот сделать а можно и вот так сделать ну чтобы поинтереснее было можно вот так вот завернуть двуслойность варежка да и не нужно вязать варежки двойные у вас сразу две пары варежек вы можете даже поделиться с кем-то если пошли гулять допустим с дочерью или подружкой да и она забыла варежки а у вас две пары можете поделиться своим теплом ой ну какая же красота то есть это варежка вязалась спицами три с половиной а это варежка вязалась троечкой и конечно же видите как сейчас вот эта линия прям четко повторяет как будто эта линия на руке да вот я сместила вот вот этот пальчик на 3 петельки а здесь не смещала здесь линия немножко идет по-другому видите вот вот прям вот вот как будто хочется ее передвинуть вот сюда вот как в этой варежке видите как так что я научилась конечно же я не буду это перевязывать но я научилась как правильно сделать так как сместить пальчик на сколько петелек чтобы он был ну прям вот облегал вашу руку так все новости так что теперь есть комплект давайте сейчас наверное прям по мере при вас ой друзья видео уже затянулось хотела хотела еще одеть же этот трансформер показать вам как смотрится это просто у меня сейчас рубаха такая длинная да ну ну красота же представляете остатки пряжи пристроены и еще связаны две пары варежек эти тоже можно носить просто отдельно но вот представляете можно по погоде одевать варежки то есть делать двойные ничего вообще не буду не пришивать ничего вот просто одел и все можно то сразу вот двойной вот так снять видите какая прелесть ну конечно когда она двойная очень тепло что наверно на минус 30 и рука не замерзнет так что вот такой комплектик у меня уже нарисовался красота красивая осталось связать еще варежку потом перчатки но потом скорее всего скорее всего буду вязать еще вот такой вот кардиганчик на одной или двух пуговичках конечно вам все буду показывать давайте я вам в следующий раз покажу как смотрится вот этот кардиганчик с моим свитером такой с горлом где отстегиваются рукава вы его видели уже давайте это будет небольшая интрига чтобы вы ждали следующее видео я вам обязательно покажу как это смотрится мы конечно же с вами свяжем еще одну такую модель для себя рассказывать вам и по возможности показывать ну а на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео я вас очень прошу напишите комментарии вообще по поводу варежек по поводу моих задумок я вас всех люблю обнимаю и до скорых встреч с вами была елена сетникова пока-пока а 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